Добрый день, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина. Вы смотрите календарь последних экономических событий от компании Инстафорекс. В четверг и пятницу будет опубликована следующая макроэкономическая статистика. Так, решение по основной процентной ставке Европейского Центрального банка будет задавать тон торгам на европейских площадках в четверг. Регулятор намерен провести заседание, по результатам которого он огласит размер учетной ставки на март. Экономисты сходятся во мнении, что ставка останется на прежнем уровне в четверть процента. На предыдущем заседании ЕЦБ также оставил процентную ставку по операциям рефинансирования без изменений. В сопроводительном заявлении банк отметил, что стимулирующая политика будет сохраняться и при необходимости будут приняты дополнительные меры. Президент ЕЦБ Марио Драги также подчеркнул, что процентные ставки еще долго будут оставаться на текущих уровнях, и не исключено, что они будут снижены. Эти прогнозы основаны на уменьшении инфляционного давления в регионе и все еще сохраняющейся общей слабости экономики. Кроме того, в четверг канадская бизнес-школа имени Ричарда Ивея опубликует индекс деловой активности за февраль. Согласно прогнозу, индикатор принял значение в 56,7 пункта в отчетном периоде. Месяцем ранее канадский PMI был равен 56,8 пункта. Январский уровень был максимальным за три месяца, что укрепило уверенность в благоприятных перспективах экономического роста в стране. В январе повышение индекса превысило прогнозы, предполагавший рост до 51 пункта с декабрьского значения в 46,3 пункта. В пятницу Соединенные Штаты Америки представят обновленные данные за февраль по уровню безработицы и числу занятых в несельскохозяйственном секторе страны. Эксперты прогнозируют, что безработица осталась на уровне в 6,6%, а экономика создала 151 тысячу дополнительных рабочих мест. Для сравнения, в январе показатель безработицы упал с 6,7% до 6,6% минимального уровня с октября 2008 года, но это было вызвано лишь выбытием рабочей силы. При этом число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло меньше, чем ожидалось. Показатель поднялся на 113 тысяч, против прогноза роста на 180 тысяч. В предыдущем месяце индикатор находился на отметке в 75 тысяч. Это был экономический календарь, подготовленный для вас команда Инстафорекс. Всего вам доброго, до свидания.